так ребят стоп старт сделал сейчас я проверю заодно было ли запись вообще да была кстати записи нормально значит и сейчас должна пойти надеюсь что у вас сразу автоматом все поднялось пошло есть у нас вторая игра харстома против true начало вроде полученную парабам как-то печально 48 62 пользу зельга там в четвертая хата здесь три nexus и хотя в принципе ситуация на стандартно относительно похоже вот ведь лимита боевого больше и будет его больше сефор контролемец сапожа и 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 Так, ну здесь с Харстом приходят, получают от Реводзеров касты, они попадают, значительная часть, ну призма здесь есть, да варп адептов еще идет, что-то адептов с перебором там Харстом варпят как-то, и Мортла строятся, ну вот на такой стадии с адептами кушать как-то, ну вот по мне это слишком немобильно, и гораздо выгоднее, по-моему, с трех баз Блинк, Блинк переход в адептов делать, как бы одновременно с Блинком приходить, и если уж нужны адепты, то просто Твайлайт по КД бустить их атаку и варпить в бою просто, но здесь другая ситуация, и тут судя по всему трус собирать что-то агрессивное сделать, я вижу уже забегание абсолютно очевидное здесь идет, Харстом все это спалил дело, призма летит на мейн, здесь юнитов достаточно, чтобы отбиться, насколько я вижу, хотя центрей мало, а лингов много, и хватит ли филдов, там хороший вопрос, ну и Харстом сейчас прилетит к оппоненту, и адептами начнет Харас на мейне, но один с муталисков заказывает тру, и вот с муталисками как раз делать нечего, ну Харстом летит призмой просто на муве, через всю базу, вместо того, что сразу дропнутся, как-то криво там, короче, долго все это делает, пошел Харас адептами везде, по всем направлениям сейчас, рабочие падают, неплохо так, часть адепт телепортнулась на дальнюю базу, на вторую там в кармане, этих нужно посадить, пока живы в призму, да улететь, да Харстом этого не делает, только сейчас делал, так, здесь муталиски вышли, адептами рабочие не фокусятся, они с королевой дерутся, мультитаск контроля слабенький вообще, ну хоть муту спалил, и то плюс таргейт заказан, делается блин, знаете, пошел панический выход сейчас, так как мутка, да, лимит вроде неплохой, боевой, но блинка нет, грейды слабейшие, и тут даже не знаю, чему этот выход-то приведет, приведет к тому, что Харстом будет в центре окружен, у него противовоздушных юнитов нет, практически он пишет ГГ, ну как обычно, евро бичи просто против корейцев слабы, такие как Харстом, ладно, нет, это слишком жесткая критика, наверное, да, но слабоватый Харстом, сыграл, честно говоря, вот, безвольно вышел сразу же, ну а что там делать оставалось, ну я вот так замечал, что многие играют лучше с корейцами сейчас, с чем, вот Харстом вот играл, как-то он вообще слабенько, нужно что-то играть не совсем стандартное, и очень сильно сейчас тогда и будет толк. Корейцев надо удивлять, если ты играешь такую же тему, что и корейцы, но с более слабым исполнением, конечно же, это очень печально. О, и, о, иноц! Это он, иноц! Ах! Я не знаю, но... А-Я, я не знаю, что это такое? А-Я иноц! А-Яц! А-Я иноц! А-Я иноц! Будем проверять все стримы, что здесь идет, там задержка стоит, SK2improof, ЯХЗ, что там за хрень вообще происходит. Здесь тоже ничего не происходит. Короче, ждем чего-то. Что ждем, непонятно. Да, сетка, естественно, не на тот турнир, а вот на этот. Хотя можно уже и по великвипедии смотреть. Блайб, смотрите, против Макса, да, будет играть. Кстати, надо. Ну, Кублай его напишу. Так, давайте-ка я в Старкрафт, на всякий случай, зайду. Так, давайте-ка, давайте-ка. Айгэ максит, кстати, вот он сидит, кто с Блайм должен играть, но канал другой. Айгэ максит, айгэ максит, айгэ максит, айгэ максит. Привет, какие-то 320, сколько хз будет, часиков пару, тройку будет идти, не более того, я думаю. Корейцев топовых наказать, ну, кого-то наказывал. Короче, так, сейчас захватик поставлю другой, просто я с многими корейцами не играл, и это естественно, больше тогда возможности такой не было. Так, Блайм говорит, знает там, чё, к чему, кто тут главный, нужно узнать ли мне. Вырублю пока звуки и так далее, стримов всех. Ну, не факт, что получится договориться так сходу, конечно, с китайцами о стриме, но я думаю, что может получиться Глайм попасть. Спасибо. 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 Так, в какую-то я группу зашел Ну что? Так, Ривкин мне там что-то пишет Про контент, про его достал Своим контентом Пиндаля ему дать Пухляку я, чтобы успокоился Но никак Ладно, вообще, шучу я Шучу, шучу Булай против Макса доиграет Поехали Давно я не стримил Бо-3, я так полагаю, наверное, у нас Субтитры сделал DimaTorzok Булай хвалит китайцев, что хорошо сыграно С Норвегии был Нейшн Уор Китаец говорит Ты хороший игрок Булай говорит, что не на Азии Китаец говорит, не могу выиграть Захвалили друг друга Ну давайте посмотрим игру Нексус от Макса до первой На Азии, я думаю, было явно тяжело будет Сейчас посмотрим, что выйдет у него из игры Из этой Зовите всех сюда Думаю, что должно быть интересно Был, я должен что-то показать Вот Субтитры сделал DimaTorzok Так Прибегает Блай Пытается прогрызть Зилка Зилка-то прогрыз Но Адепта здесь есть И с Адептом делать нечь Нужно сваливать Лингом одним Туда вторым пытаться, может быть, зайти Но Мазеркор вылетает И что-то Китаец потерял все Неужели настолько был невнимательный Что этого Линга даже не видел В итоге Блай Нексус увидит И это очень важный момент Обратите внимание Линг сразу дал об этом знать И китайцу Что Нексус его замечен Пусть теперь нервничает Ну что Роба Роба у Макса Да пошли Офигеть Какая-то халявный Бил Три пилона Ну это, конечно, чтобы отбиваться Чтобы верчать же было Ну пилоны как-то криво Разнесены прямо так Без застройки особой Ну хотя Какая разница В принципе Книг-то сублизко Для быстрого варпа Наверное Здесь, видимо, такая стенка Будет странная С дырками В этой стенке Но тем не менее Юнитам тяжелее пройти Но я бы все-таки Вот в таких местах Вот сюда бы Допустим Плотную делал Здесь ладно Пусть будет Проходы Ну китайцы Свои приколы Своё видение Ситуации, видимо И тут, судя по всему Какой-то пуш На мечах Шесть гейтов ставятся И в робу Призма делают Блай видит Плюс два гейта На мэне Блай видит Что здесь ничего нет Никаких газов Ничего На второй Но Блай не видит Вот что происходит Он не видит Что Аж целых семь гейтов Добавляется И будет В перспективе восемь И это явный Явный пуш Пуш с чем Правда Ну адепта Сталкеры Без всяких градов Видимо Что-то такое Причем Китайцы же здесь Ничего Не оставляют На проходе Пошел вперед Сейчас Блай пригорит С Югосу Югосу Блай тут Просто Спокойно Строит Дрончиков Абсолютно Вот Ничего не имеем Три адепта Приходят Пошли вперед Еще адепты Добавляется Ну это вот В современном Стиле Как и Титан Там я видел Отыгрывал Тоже Ну адепты Вначале Если юнитов Нет Они просто Сейчас Сюда Туда Начнут Бегать Как бы Если их много Действительно Будет Они все Развалят Да тут Да тут И даже Не надо Бег Здесь В лоб Просто Смотрите Сколько Уже Одиннадцать Адепт Так Уже Четыре Сталкера Здесь есть Роучи Углая Ноль Четыре Заказ Линги Бесполезны Да они Даже Без мула Релоджеров Нету Чтоб Призму Сбить Ну вот Это только С релоджерами Отбивается Такая тема Причем С релоджерами Она достаточно Легко Отбивается Потому что Можно попытаться Хотя бы Призму Подпокусить Ну а так Китайцы Слишком много И давайте Потери Просто Убим Вы увидите Как они Углая Просто Ползут Гигантскими Темпами Вверх А у Китайцы Ничего Вообще Даже Не гибнет Сейчас Пошиблая Нечем Убить Вообще Хотя бы Юнита Одного Ну вот Там Сталкер Какой Погиб Все Пока Болишь Ничего Не погибло На трех Юнитах Пока Остановился Счет Ну Треведжеры Вышли Углая Пока Он Пытается Что-то Сделать Кастер Элоджеров Проходит Призма Живет И даже Ну Поздно Они Появились Были Они Сразу Может Быть Что-то И Хорошее Из Этого Вышло Б Пинг 317 Неприятно Пиши Пинг Не знаю Какую Углая Правда Там Тяжело Конечно Такой Задержкой Играть Уводит С этой Базы Рабочиха Адепт 16 Уже Не Это 975 Увидит Какие Потери Это Вообще Жесть Байбудин Чуть не трогает Ну Кажется Что Да Тут Углая Что-то Есть Сейчас Адепты Иллюзиями Просто Зайдут На Хайграунд Сбоку Встанут Или Даже За Королевами И Минус Все Будет В итоге Слишком Много Уж Больно Уж И Призма Вне Зоны Досягаемости Для Чтобы Сбить То есть Прирост Он никак Убить Не Может Если Если Протс Так Дико Пушат С Большим Количеством Гейтов Как Зеп Может Сдержать Призму Обрубить Да Там Прирост Ему Обрубить Но Это Только Случай Если Реведжеры Сразу Есть Тогда Можно Пуш Казал Который Кажется Безнадежным Остановить Но Не в Этой Ситуации Как Сейчас Углая Так Второй Ждем Ждем Лфоб Наверное Походу Вот этот Главный Немножечко Какой-то Скачки Там Идет Блаю Надо Отвечать С каким-то Чизом Или Нечизом Я не знаю За вот Такую Тему Со стороны Китайцев Китайца Так Что я могу Вам сказать Ребят Перерывчик Пару дней Не был Сегодня Тоже Наверное Будет Единственным Турниром Который Я Постремлю Вот Турниром 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 Так, ну а завтра... С завтрашнего дня начинаются с вечера Нейшн Ворс у нас. Так, Нексус первый в этот раз от китайца. Но такой опасный, от противоположного, смотрите, играет. Хотя и в предыдущей игре Нексус первый ставил. Но на этой-то карте была чисто так, я бы сказал, монетка такой Нексус сделал. Потому что сделай более ранний пул, ситуация бы уже была, возможно, не в пользу китайцам. Так, это еженедельный турнир. Но я, кстати, игре не знаю, по каким дням он проходит. Но вчера он был и сегодня он есть. Не знаю, сколько еще их будет. Я ублаю, узнаю, контакт поговорю со всеми организаторами, чтобы стримить его. Вот завтра, как я говорил, Нейшн Ворс начинается. Будем стримить Нейшн Ворс. Приходите. В субботу, в воскресенье будет и Нейшн Ворс, и Бобра Лига заключительная часть. Но Бобра Лига будет до Нейшн Ворса проходить. В 16.00 начинаться она будет. Но я думаю, что ничего в этом страшного нет. В 16.00 до 20.00 будет два дня запилено. Потому что Нейшн Ворс 20. А ее нужно допроводить и уже приступать к отборочным ГГ года турнира нашего. Потому что там и финальная дальше часть, и много-много чего. Так, здесь у нас есть один зелок. Что-то у меня лагать начало. Возможно, Углая тоже. Поэтому он лингами вообще ничего здесь не сделал. Часть кибернетку бьют. Часть здесь вообще непонятно, что делает. Зелок их всех прессует. Зелок вообще бесчинствует. Здесь он 6 уже рыл, накрошил. Посмотрите. 7. 7 лингов зелок убил. А одну какого-то, одного линга пробку убил. Вот она, посмотрите. Это же жесть какая-то. Вот. Ну, я надеюсь, что Углая пинг получше. У меня что-то сегодня Азия так себе пашет. В данный момент, по крайней мере, 300 пинг. Это великоват. Хотя бы там 200, там 150, я не знаю, куда не шло это. 300 это вот уже спайки какие-то пошли. Китаяц опять гейтов тут добавит. Ну, парабам, кстати, Блай не менее... Блай не намного больше. Лейра нету, Роуч Ворона нету. Третью нужно раскачивать. Два газа плюсом Блай добавит. Муфлингом пошел. Ну, вот без Роуч Ворона на самом деле тяжело будет, Блай, противостоять тому, что есть у китайцев. А здесь, судя по всему, под куш призм его. Роуч Ворона пошел. Лейр делается. Здесь у нас буси сварп активно. Адепта 2 ставит плюс зело. Кстати, такое у меня ощущение, что проход навряд ли здесь. Да, тут ни хрена делок не закрывает. Тут пробегая не хочу, если необходимо. Четыре гейта. Блай, кстати, смотрите, с поркой блочит проход. Очень интересно здесь от адептов. Строится два от слингов. Есть же Роуч Ворон, так где Роучи, Блай? Ну, почему-то... Ну, Блайчик, ну, где Роучи-то? Трансьюз, Опер. В проходе хорошо встречает очень адептов Блай. Иллюзии пошли вперед, но есть линги. Линги, конечно же, перехватят. Все нужно ловить только обязательно. Кэш же китайцы все отменяет. Нужно делать оверсира, разбивать, кстати, вот оверсира. Я считаю, один оверсир зерк обязан иметь сразу при появлении лейера. Где-нибудь вот здесь почему-то делать. Адепты каким-то образом на мейн умудрились просочиться. Ну, ё-моё, Блай лингами вообще не на позиции находился. Вот сейчас пробегает к демедженным адептам, но лингов маловато. Двух забрал. Ну, рабочие падают все еще, падают. Семь дронов. Минус. Это еще Блайу повезло. У него рабочих пока больше, чем у оппонента. Люркер Дэн запиливает Блайчик. Кстати, видел ли Китаец? Надо посмотреть. Да, видел прекрасно. Люркер Дэн. Он может сейчас обратить на мейн внимание и законтрить его. Ну вот нахрена держать Роуч Ворон, если ты не делаешь Роучи? Так, адепты телепортируются. Китаец пытается зайти, занять позицию за минералами. За минералами позицию он сразу занять не успел. И Роучи у Блая очень прям вовремя приходит. Рабочих китаец не покусить. Но в это время адепты и мейн прессуют. Причем в количестве там четырех штук. Телепорт на второй пошел, где... Ну, три королевы здесь есть. Блай что-то мимо бегает. Бегает. Гидры я не вижу, чтобы Люру заморфить. Блай нужно обязательно контратаковать сейчас. Куда контратаковать? Как контратаковать? А, диспризмы еще мейн прессуют. Вот в чем дело. Ну, все. Блай вроде отбился стабилизированно. Посмотрите на ситуацию по рабочим. 59-46. Это сверхпечаль. Роучами нужно идти сразу же вперед. Я думаю, даже реводжеров подморфить немножечко. И уже Гидру в приросте. Точку сбору доставить, подводить, чтобы морфить. Как там уже сейчас дестабилизатор будет. Блай идет там, где филды могут быть. Ой, какие филды. Хорошо, три роуча только сюда всего пришло. Блай, не лезь же. Ты сюда, черт. Что ты делаешь? Здесь китайцы блочат. Это же китайцы. Это же печально. Пробивает Блай сейчас камни. Заказ на люраут. К этому по всему миксу Блайу нужно бы обязательно сейчас бы добавить лингу. Чтобы они вот этих дестабилизаторов прижимали. Чтобы линги грызли. Чтобы тяжело было попасть. Почему будет тяжелее? Потому что когда будет тебя вплотную грейслинги, ты так вот просто не будешь стрелять. Когда все рейнджово издалека стрелять, проще прицелиться гораздо. А так юниты есть и близко, есть и далеко. И момент вот этого выбора тяжело становится. Кого именно атаковать? Вот нужно к пилонам верхним заходить. Обязательно сейчас Блайу, Люрой. Но только сплетануть хоть немножко элементарно ее. Блай заходит. Люра закапывается. Есть обсервающие у Китая? Я сомневаюсь. Ой, как он попадает сейчас дичащик. Так, одного Люра минусует Блай. Получает демэдж китайец. Миллиард. Просто демэджи. Но Блай как-то по юне там. То ли Люра во втором старкрафе, то ли ФЗ. Как-то по юне там-то и не стреляет. Из стабилизаторов пытался Блай попускнуть. Ничего не вышло. Под Люру нужно уходить. Под Люру уходит. По лимиту Блая больше уже. Есть. Скоро будет спайр. Будет переход. Мутку. Так. Да стреляет и под пробком. Ой, как хорошо. 14 Блай сбривает. 15, 17. Все. Китаяц криво. Что он делает-то? Вместе. Вот даже Блай мог эффективнее все сделать, если бы он просто в центр сюда пулял во всей Люрой. Там и пробки, и армия шла. Хуже. Хуже не придумать просто. Ну, провальные ситуации. Китайцы чик-то бред сделал здесь. Даже, ну, ужаснее контроля против Люры быть не может, ребят. И тут один Люр еще продолжает. Пробок нарезать. 45, 63. Бурабам. Блай до сих пор пытается прессовать. Уже вижу 7 муталисков. Такое ощущение, что китайцы играют на Европе, а не Блай на Корее. То есть, если еще этот момент учитывать, если у Блай какой-то пинг есть, вообще все четко он делает. Да, и что-то на нового Пиджея не тянет. Я тоже это сейчас осознал после Люры. Ну, хотя Пиджей тоже че, он же не всегда там круг был. Прям нереально. Так, здесь линги пытались ворваться. Мутка залетает. Здесь несколько пробок есть. Да, вар, сталкеров пошел. Ну, посмотрим. Посмотрим. Здесь что? Контр-выход идет. Ой, как Блай, а тут хорошо гидросроущими просто прессует. Макс, есть силки, есть дестабилизаторы. Кстати, у Блая по-боевому-то у него печально все. Тут вся надежда на мутку. Нужно улетать нахрен отсюда все этими муталисками. Встречать вот здесь противовоздушных юнитов один сталкер. Блай заметит это, прилетит и сюда. Блай замечает, царь. Что, заметил, конечно? Так, линги заходят. Мутка начинает драться. Даже не надо землей здесь драться. Конечно, одна у сталкера убила все. Ну, пусть постреляют. ГГ пишет Макс. Это отлично. 1-1. Субтитры создавал DimaTorzok Так, Блай спрашивает, почему мы не играем в тайваньский сервер. А что на тайваньском пиньку лучше? А какой тайваньский? Есть же Азия и Кианя, насколько я понимаю. Привет, Антох. Блайфен Кавода. Так, заходим в игру. Что-то там долго качается. Азия и Кавода. Так, все здесь вроде. Так, все здесь вроде. Так, все здесь вроде. Суббота-воскресенье, скорее всего, Бабролига будет. Ну, уже 99%. Сегодня я только это постримлю вечером, наверное, ничего стримить не буду. Короче, завтра начинаются Нейшн Воры. Так, завтрашнего дня. Игра возобновлена. Игра. 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 достаточно дэмэджа выдаст, чтобы линга встретит. Вот чаши спиливаются. Сейчас Блай пробегает. Ну, два линга успели пройти, но есть ещё один адепт, который ни одного линга не запустит. Да, только один прошёл. Он ещё не увидел, да здесь и видеть-то пока нечего. Всё, что Блай должен был увидеть, это вот робо сверхраннее. А сверхраннее робо, значит, либо Хара с призмой, либо какой-то immortal пуш будет здесь. Возможно, возможен любой расклад, конечно. 15 дрончиков. На второй. На мы, не то что, 15, там газ один. Два адепта пришли Харасис. Сейчас, серьёзно, Блай на Харасис. Блай заказывает спорку, да не из того рабочего. Посмотрите, как китаец уверен. Шесть дронов. Ё-моё, это же... жестик, жестик. Это даже не жестик, это жестик, я бы сказал. Десять дронов двумя адептами. Десять! Одиннадцать! Шесть лингов были потеряны. Иначе... Одиннадцать дронов? Вот, что значит. Мува нету, ничего нету. Блай просто нас затерпел здесь, вообще нереально. Короче, жёстко. Третья нефтус пошёл, это не жёстик, это жесть. Это просто... Это одиннадцать дронов. Джойстик, это когда уже двадцаточка бы погибла. Ну, то есть, это невозможно. Ха-ха-ха. Привегать линги. Здесь есть один пилон, его нужно сгрызть сразу же, Блай, что он и делает. Оверчаж тут уже не стоит. Третий нефтус нужно отменять. Китая зря сюда наваркивает своих адептов. Кстати, они так быстро... А, они около нефта, поэтому быстро и варкаться. Блай пытается тут рабочих подгрызать. Чё-то странно. Видно, что он спинк какой-то, или не знаю, что контроль в итоге получается так себе. Здесь у нас призма с адептами прилетает. Четыре роущего. Блай муфлингом здесь пытается китайский королев покусить. Ну, кстати, с пятью-десятью энергией почти королеву отпокусил. Адептов всё больше и больше. С третьей базы рабочих нужно уводить. Вот на вторую приходят адепты. Блай дронами пытается отбиваться. Это, конечно, хорошая идея, но сможет ли Блай отбиться? Здесь два адепта не очень позиции для Блая стоят сейчас. Ну, пытается справиться. Третий некст меня отменил. Это очень печально. Ой, как тут просто! Как тут максит! Как тут максит Блай ломать? Тут даже не пинг. Тут просто уже из-за того, что первая атака получилась хорошо, и Блай поплыл. Ну, пинг тоже, конечно, первое отношение имел. Ну, кстати, здесь ещё один адепт. Ещё он тут заставляет рабочих сорваться, чтобы его убивать. Нафокусил. Потерян рабочих 42 суммарно. Блай м386. Пурабам. Боевого лимита до сих пор больше. Нужно срочно идти в контратаку роучереладжерами. Я думаю, что единственный шанс Блай опять люру морфить. Ну, не знаю. Тут люра уже не вкатит в этой игре, по-моему, очевидный момент. Хотя, посмотрим. Ну, тут два астергейта. Тут уже грелок. Астергейтов можно запилить, например, даже. Да, тут грелки и пилятся, посмотрите. Короче, Блай потерпел на этом харассе невероятно просто. Демон же получил просто гигантское количество. Пытается восстановить. 54-66. Дронов строит, несколько гидралов строит. Здесь обсервер всё ещё идеально висит, видит. Две грелочки китаец добавил. Ну, вот эти две грелочки уже всё обломают, на самом деле, Блай. Потому что без гидры получается атаковать нельзя. Тут может он только роучерлюрой проатаковать. Две форжи, дестабилизатор. То есть, закрепляет гидрами сейчас, грейдами максов. Прошу прощения. Три люркера вижу. Нужно Блай дрониться, нужно четвёртую ставить. Он, собственно, это и делает. Тут, в принципе, лотов не хоз. Установиться ещё можно. Нету здесь такого сверхбыстрого накопления. Войск и рабочие устанавливаются. У ЗРГ. В принципе, быстрее, чем у других рас. Личинок у них всё-таки. Ну, хотя ХЗ. Тут сложно сказать. Но, в любом случае, вот Протс хоть так дико нахарасил. Вот если он в атаку сейчас не идёт, вот во в чём суть тут ещё. Если ты сразу же в атаку не идёшь после дэмэджа нанесённого, то там оппонент восстанавливается. Тогда на дистанции преимущество это снижается. В ХЗ вот такой дэмэдж слеп нанёс, ты всю игру просто был позади, причём нереально. Нереально позади. Здесь же настолько быстрого отрыва по лимиту нет со стороны Протса. Четвёртый. Нет, тут пошёл. Вот игра в макро из комфортной ситуации. Но это я бы не назвал полноценной игрой в макро. Почему? Потому что играть в макро для меня вот эта такая равная. Да, там экономика была, и ты играешь в макро потом. А когда такая экономика, то есть тут даже глупо в макро-то играть. Тут надо китайцу было как-то добивать Блая, пытаться. Но он решил немножко потянуть. Типа сейчас я намашусь тут, построюсь, и будет всё хорошо. Но микс-то жидчайший, жидчайший. Вот хайф пошёл. Вайперов построил сюда пару зелёных феникс и минус. Это всё контрит солюрой идеально. Выходи в ультру, не хочу. Экономика восстановлена. Лимит очень близок на самом деле сейчас для Блая. Вот морфит с оверсир, кстати, и на пятый ба... Так, гидра здесь. Куда побежал? Всё, дарки идут. Блай, куда ты побежал-то, ёма? Призма летает, гидра уходит. А вот... Фу, заметил дарков, точнее, я извиняюсь. Слава богу, что заметил. Хрен с ним, с этой Призмой. Что она тут сделает, эта Призма? Пытается отхарасить здесь. Ну, Призму гидрой тяжело, по-моему, надо что-то воздушное. Тут уже флитбикон. Уж не карьер или это будут? Эп карьеров пили... Нет, Tempest. Ну, Tempest тоже как вариант закрепления такой хороший. Но карьеры вообще ультиматум здесь. Ну вот, пожалуйста. Не убил пятую, четвертую. Не убил хайп на Мэйни Блай. Ну, блин, ну что за хрень? Трансьюзы есть, но их недостаточно. Сейчас еще и какой удар... Ё-моё. Нет, это уже разрыв какой-то просто. Пошел. Ну, Блай держится. Ну, по лимиту печально. Там сейчас Tempest будет миллиард, с ними ничего не сделать будет. Ультры не будет. Да и нахрен она не нужна уже, учитывая там воздух. Может быть, даже лучше. Ну, Блай опять баз есть. И рабочих достаточно много. Вот. Ну, решил Макс сейчас, что пятая Блай не нужна. Многовато что-то у него баз. При этом здесь какие-то... О, здесь тоже забегание идет серьезное. Ну, здесь есть две плетки. Люр, один он хоть время протянет немножко. Блай на эту базу вообще забил. За эту гидру здесь тоже потеряет. Три штуки. Не, один пока погиб. Ну, вот сейчас на чарже, наверное, и за эту гидру прыгнет. Китаец прыгнул. И как-то просто сейчас инфестора может забрать. Здесь с Люрой Блай отбился. Чудом там хата осталась жива. Потерял инфесторов, зато двух здесь. Ну, вот везде все через атаку идет. Везде недоконтроль с каждого направления. Здесь королеву двумя дестабилизаторами подрезает. Короче говоря, и задержка азиатская решает. Ну, и косяки, которые не задержкой, конечно, обозначены. Тут угла есть. Один-один грейды, две фаржи. Грейды не делается. Китаец-то играет так, ну, так себе. Он тут уже фигней какой-то занимается. Потому что если это серьезно, он так играет. Это слабенько. Абсолютно ненужные лимиты у него какие-то есть. Ну, с другой стороны, Блай свич мутку каждую игру делал. Вот он Фениксов уже и настроил. То есть, подстраивается под Блая. Говорит только об этом. У Блая хайв уже делается. Плеер сделал хайв заказ. На мейне хатку восстановил. Здесь хатки восстанавливает. Пытается... Призму с двумя дестабилизаторами подрезает Блай. Отступает назад. Пытается ступить. Но тут что-то много. Выход идет какой-то. Нужно... Я бы даже не Гидру Блая заказывал на месте. А воздушное что-нибудь. Что-то там хоть армор есть на воду. Караптеров я не знаю. Тут уже, блин, армада целая летит. Гидрой здесь, по-моему, и бесполезно-то отбиваться. Так, Люра копается. Темпистый приходит. Гидра сейчас накопится. Просто Гидру... Вот, вот эти архоны они разорвут. Гидру только под Люрой сейчас Блай сможет драться. Это очень печально. Так, нужно встречать. Встречать. Вот архоны вперед пошли. Видит китаец. До тех архонов отступает. Вайперов нету. Выцепить бы Мазершип чем-нибудь оттуда. Было бы вообще замечать. Так, идет Глай вперед. Микос пошел. Микос пошел. Микос пошел, но какой-то он не актив. Гидра сминается. Нафиг. Люрай где-то вообще сбоку находится. Так что не особо-то помогает. На земной скампе. 129. Ресурсов у Блая миллиард. Но нет заказа никакого. Сейчас заказ. Личинок у Блая походу нету, да? Так и здесь зелки бегают везде. Ну вот хаты постоянно терял. Инъекций было мало. Вот, пожалуйста, и личинок. Сейчас с личинками проблем больше, чем раньше. Гораздо получается. Ну тут очевидно, что у ГГшечка Блайчику, конечно. Но я постараюсь заходить в выигры и в дальнейшем на этом турнире. Конечно. На этом заработчики-то повел. С полезным действием, конечно. Ну Мазершип собьет Глай. Но не более того. Тут и две игрелки. Тупеницы и Темпесты. Дэмэдж очень много залетает. Глай пытается не сдаваться, но это бесполезняк. И Архоны тут до сих пор ходят. Но это уже новое существо. Все погибли, по-моему. Один из той группы остался. Более он сейчас. И убийств у него много. Достаточно. Поэтому можно сказать, что он из той группы с уверенностью. Архивы тут издалека. Ну, тяжело, конечно, с такой задержкой было играть. Ну, задержка-задержка. Я не знаю, в какой углу Афинг. Но все-таки многие моменты и не с задержкой были связаны. То, что так вот в начале зашли два адепта. Да, конечно, и при обороне задержка решает. Но когда у тебя пару, там, не знаю, шесть штук лингов или даже шести угла не было без муга против двух адептов, которые все пришли на сверхранние статьи и только королевы, все. Конечно, они могут, ну, убивать. Там Блайк. Не готов был к адепту, говорю. Так. Т. Так, посмотрим сейчас кто у нас что Элайв против Макса Да будет играть Можно было бы глянуть Птиарк Сулки играет Тут будет кто-то у нас дальше Сулки Здесь у нас Зерк Здесь не будет Зерга Здесь точно Зерга тоже не будет Хорошо Ну что Надо с кем-то заговорить Скуда-то прорваться Вот так вот Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, не заметил, что группа здесь была Сейчас меня заинвайтят Вот он, Курзи этот, я понял Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, вроде что-то сейчас будет происходить Как проверять, состою я в группе вообще сейчас или нет, если честно Так, недавние члены группы Недавние члены группы Ау, да, я в группе Отлично, отлично Короче, жду пока подчеркают В принципе, я хочу посмотреть Алаева против Макса, да почему Потому что посмотрим, как Кореец играет с китайцем Крыблая только что выиграла Но они-то на одном сервере Играть будут В эти выходные Пройдет Бобра Лига В шубботу, в воскресенье В 16.00 до 20.00 будет турнир Вот И Как мы ее закончим Определимся с датами отборочных ГГ года И та и отборочная будет тоже После них будет турнир Ну то есть это уже после На следующей неделе там И т.д. Продолжение следует... Так Устно пока предупреждаю всех Раз пошутили, два Когда пластинку заело Тогда Хозяин бьет по магнитофону С руки просто И кто-то отключается На часочек-другой сутки Там я не знаю Вот так вот Понятно Все Что-то наркомания Какая-то До сегодня Вот Бывает Бывает Поехали Видите Взаимодействие Породило Смешную тему Слудить надо в меру Все-таки Ну что А лайф Тиранчик Против Макса Да просто Только что Вы видели Как Макса Макс То что Блай как-то был Не готов Неск Игр Вообще К адептам Так Голосовалочку Голосовалочку Кто победит Ну давайте Запилим Кто победит Мне кажется Что Хотя ладно Не будем Гадать Запилим Голосуем Лайф Макс За красивую Игру Я Хороший парень Как Дмитрий Медведев Сегодня сказал Вот Сейчас я вам Картинку найду Скину По этому поводу Вот такая вот Картинка Я ее назвал Так Дмитрий Медведев Лично запускает Лично испытывает Гиперзвуковой Летательный аппарат Вот Ну что же Адепт Старгейт А здесь Посмотрите Про ктефакта Ну Интересная Тема Субтитры Картинка 2 баракового лайва успевает закрыть депушку, адептам не стало, естественно, Макса телепортироваться, поэтому если бы на мейн прошел, я думаю, что телепорфнуться бы и можно здесь было бы подрезать рабочих. Здесь одна КСМ вообще не работает, вот, на муви ходят, да, это корейский элайв именно, минка одна готова строиться, медивакс сейчас будет готов, а оракулу летает, кроме него обнаружений не будет, если сейчас заказать, например, второго оракулу, то шанс есть, что ревелэйшн попадешь на две минки, например, вот, но еще и мазеркора даже нету, что самое интересное. зато на мейне, кроме ма... хотя тут, посмотрите, кореец, он готов, он готов и он прекрасно готов к ревелу оракулу. Так, вот, посмотрите, моряки уже идут и уже начинают стрелять, только одну КСМку Максу удалось подрезать, вот он улетает, на вторую базу нужно врываться, кстати, на этой карте, посмотрите, как быстро до второй можно срезать с мейна, но две минки прилетели и делают бабанчик они, восемь пробок, минус, КСМок столько уже точно не погибнет, но зато оракул погибнет. Липслол поддержал ваш канал на сумму 111 рублей ровно, нам не страшен, грозный поми, флут донат не остановишь, что хочу, то и пишу, главное нули пишу и пайпал пароль вожу. Это тоже верно. Дмитрий Медведев одобряет. Приватизируем все. Ладно, что-то я сегодня хреньку это тоже гаражу. 35-30, по рабам золото строит Макса сейчас, Ревелэйшн кидает с поминком, но тут сюрприз какой, прилетает Либератор просто, демократизатор, сейчас он процессом объяснит, что на самом-то деле здесь они не живут, а вообще здесь как бы демократия должна быть, ребята. И в это время еще марики вводятся сбоку, вот, адепт минус один, адепт минус два, но адепт, конечно, хорошо мариков демеджит. В это время Либератор еще на вторую пришел. ГГ пишет, Максит. Да, с диксой не очень. Ну, изи от Алаева, просто интересный чиз, великолепное исполнение корейское, как обычно, и ГГшечка. Ждем вторую игру. Что-то там сообщает Максит по-китайски, видимо, я не знаю, что значит. Показываю вам сетку. Спасибо, Alex Low. О, ровно соточка пришла прям по процентам там. Как-то так. Оп, лидер группы Зайотер. Здесь у нас полуфиналист, первый Рагнарог известен. Кстати, вот победитель с ним и будет играть, если это будет лайф ТВЗ, будет прикольно. Я думаю, туда как раз таки я и буду врыв делать, просить. Ну, что, круто, круто. Здорово, Смайл, Паш. Хотел эти попросить найти. Я французу писал про контакт этого турнира. Вот. Ну, я уже нашел была и мне сказал, кто здесь главный, в принципе, в игру зовут. Значит, можно, но я пока с главным не говорил вообще. Вот. Который там на канале сидит, я потом ему напишу после турнира этого, что можно. Нет там как-то. В следующий раз там все дела. Спасибо. Так, 1-0 лайф ведет. Ребят, всем привет. Хоть какое-то количество людей собралось, но вот видите, как быстро люди отвыкают. Два дня не постримим, он уже так медленно-медленно стягивается. Типа говнарь тут какой-то стрим запилил. Вот, походу. Не знаем, кто такой. Ну, ладно, не волнуйтесь, не писайте. Скоро начнется StarCraft. Завтрашнего дня Nation War будут. Вот. Не знаю, что еще днем завтра будет, но если что-то будет постримлюсь, сегодня вечером я тоже стримить не буду. Вот. На выходных будет и Nation War и Бобра Лига. Суббота, воскресенье Бобра Лига с 16.00 по 20.00 будет проходить. Возможно, воскресенье будет с 15.00, потому что там все-таки будет 7 финал. посмотрим, рассчитаем по времени, по субботе, прикинем. Там, я не знаю. Ну, а со следующей недели уже ГГ года, там отборочные и т.д. и т.д. и т.д. Впереди много всего. Nation War в продолжение, там, те же, тот же этот, Хомс Турика. Потом уже, ну, это уже дальние перспективы, конечно, там пары недель. В ближайшее время, вот я вам описываю, что будет. Ну, стримы будут, просто тут у меня и в семье, как бы, проблемы есть определенные. Короче, отдохнул я пару дней. Ну, как-то так. Что-то, если не стримили, значит, даже голова как-то побаливает, реально. Ну, да ладно. Так, опять КСМГ, опять, что ли, факта прокси будет? Ну, может, да нет, факта, факта дома пошла. Адепт бустится. Куда буст потом на гейте останется, интересно, или в нексус перекинет Максов, точнее. На гейте пустом, ошибка. Ну, вот Адепт сразу заказан. Ошибка не сильная, прям-таки. Так, ФП нужен. Да вот что-то все не до ФП, не знаю. ФП, чтобы играть, надо, ну, вот, каждый день играть. Не донатьте, чтобы работал. Да, врубайте аглоки, не донатьте. На премию мы не подписывайтесь. Вот. Ну, что-то придется, да, если этим заниматься, придется больше стримить. Чтобы новый кто-то пришел, не знал, что вот не надо так делать, как бы, да. Шуточки сегодня все. Шуточки встроил. Оракул строится, Адепты убили КСМ. Старгейт видел тиран давным-давно, поэтому готов будет. Да я и так ничего не ем, ты че, блин, я один тут живу. Вчера он тут нашел. Что есть. Оп, минка. Оракул минус викинг тоже для вида стрельнула. Там минки было достаточно, вы сами знаете, что у нас первого выстрела. Убивает то, что машины там остались, овощи какие-то фабрикатные. Плюс курочку туда. Оп. Нашел там кусочек в холодильнике. Ну что? Ну, Оракул минус это очень неприятно. Но он убил две КСМки и 47-34 по рабочим для опроца это хорошо. Но вот если бы Оракул был бы жив, было бы вообще-то замечательно. Бустится блинг. Вижу Фаржу, Робо есть. Почему Робо-Б нет? Тут постоянно просто со стираном что-то тянут. Ну, Робо-Б, я не знаю, либо первому харассить, либо колоссов строить, как бы слабых относительно. Но если их успеть скопить и по экономике прямо впереди вы настолько, как сейчас было, то шансы хорошие. А то что вот эти адепты расплечены? Сейчас минки... Вот, вот начинается. Ну да, блин, есть. Но это всё контрить нужно при прилёте, а не по факту, когда он прилетел. Смотрите, целая база не добывается. На какая-то хрень прилетела. Да, большой космический чёртов корабль. Что теперь, каждый космический корабль будет, что ли, суверенитет второй базы в кармане нарушать? Ни хрена не получится. Так, вот, Феникс прилетел, начал пив-пив-пив делать. Вот. Так, 56-46. 103-100 по лимиту, учитывая, что рабочих убродится на 12 больше, боевого меньше, 40-55. И вот то, о чём я говорил, сейчас происходит. Ну вот, где что-то такое, типа колосса, шторма, дарка, я не знаю, а... этого... Дестабилизаторы, ничего нет. Чем отбивать-то? Пилонов две штуки, всё, ставь, топилонов 10, я не знаю, здесь 8, чтобы на каждую верчашь. Конечно, это ГГ, 2-0, изи просто, от Элайва. Развора... разваливает. Просто разваливает, Макс, это плам. Невозможно это отбить без... Без этого всего. Перефейс, привет. Сильно ли колоссов, гуд, джи, занерфили. У них демедж 25, по-моему, суммарный. Не 25, 13 там, или сколько там, значит, 12, по-моему. 24 изначальный, как бы, и по единичке за грейд на каждую атаку, то есть по 2 демеджа даётся. Ну, то есть на броню, естественно, это сразу броня режет, потому что двойная атака. Короче, не ахти, Марика даже с двух ударов они не убивают сейчас. Ну-ка, 3-4 штуки, то могут. Да, Блайда проиграл. Китайцы, ну, если бы это было всё на евро, или на одном бы сервере не играли, я думаю, по-другому могло бы быть, как бы. Вот. Элайф Рагнарог. Так, из группы надо выйти. Прошу заинвайтить Рагнарог и лайф. Из группы вышел. Так, группу вступил. Отлично. Не, не буду пока главным писать. Ну что, инвайт пошёл. Резвенько-резвенько. От корейцев. Вот берите с них. Никакой мутаты там. Посрать, поссать я извиняюсь. Там что-то ещё там. Затвор передёрнуть где-нибудь. Там полгода всё в Европе постоянно начинается. Корейцы время своё ценят. Чё нам тянуть тут этот онлайн-турнир? Тренироваться нужно. Всё. Три секунды. Карты подчёркаю. Я просто ни разу не видел, чтобы вот так вот было. Как бы когда-то. Не, ну иногда бывает. Вот. У Хэппи, например, тоже он любит побыстрее. Всё, старт. Поехали. Рагнарог Элайф Пулу и Финал Лайф Энг Каба. Хорошо, что пришёл. Я что-то сомневался. Стримить сегодня нет. Думал вообще полностью отдохнуть. Ну потом понял, что полностью отдыхать не стоит. Лучше сегодня днём постримить, сообщить вам, что завтра будет Нейшн Вор там и так далее. Вот. СМ готов. 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 в итоге не видит тиран ничего и не строит ничего, чтобы готовым быть к пушу. Зерк идёт вперёд. Так, вижу два реведжера, два рипера на рампе. Вижу, строится бункер, но чем бункер поможет здесь? Ничем. Здесь танк нужен, здесь нужна банша, я не знаю, что-то нужно такое. Реведжеров надо больше строить сейчас обязательно. Реактор падает, раучи реведжеры заходят. Курабам надо кастовать уже. Курабам кастуется. Гранаты рипер разрывает, но ошибка Зерга то, что он пытается именно бункер пробить. Да пройди ты на муве туда. Ещё будет возможность порой реведжер... Своих реведжеров просто ликвидировал сейчас сверху атакой. В это время рабочих настроил, что 42-25 сейчас ситуация стала. Курабам очень неприятная ситуация. Рууч пытается всё покусить ещё. Отминки, уворот, поворот хороший. Рабочих впустил. Ещё три штуки. 15 падает. 16 падает рабок. Хорош. 23-46. Двухкратное преимущество по количеству рабочих Рагнарока. Но полнейшее отсутствие технологий и присутствие трёх ццшек с мулами это всё аннигилирует, естественно. Здесь только-только лэйр пошёл. Грейды отсутствуют. Правда, здесь тоже инженеров нет, нужно признать. Но экономика у тирана... Давайте добычу посмотрим. Она такая же практически и сразу. А он очень быстро ещё КСМ их по три отстроит. Плюс мулы будут кидаться. Крючу тирана всё замечательно. Мулы новейшие летят просто. И добыча сейчас, я думаю, уже вперёд выйдет. В сравнении с зергом. Да, посмотрите. Просто обгоняет тиран. Моментально. Просто моментально зерга обгоняет. То есть, это всё... Так, ребята. 16 КСМ. Не то, что как бы несерьёзный ущерб. Но не тот ущерб, который зерг должен был наносить. И он это понимает. Поэтому вот эти здания и идут сейчас. То есть, он будет дожимать. Но ни одного овера не висит. Здесь, чтобы сделать Нидус прямо на мейне. А снизу вот тяжело будет. Нужно вот куда-то сюда делать. Тирану нечем особо встретить Нидус. Так. И викинг у версира гонит. Успеет Нидус пилить? Успеет. Успеет. Пошёл Нидус. В последнюю секунду. Последней грани вижена там вообще. Ну, королев нужно первыми, кстати, высаживать. Это стандарт. Тиран где-то вдалеке стоит. А чё он там стоит-то? Он не сможет Нидус выпускнуть. Королевы попёрли. Трансфьюза на Нидус попёрли. Роучи, миллиарды выходят отсюда. Просто КСН-ки падают. Но в какой куче зерка оказывается. Смотрите. Но даже в такой куче зерка достаточно, чтобы просто продавить тирана в лоб. Обратите внимание. Ещё один Нидус сразу же пошёл. Риперы, конечно, кастуют. Но здесь уже два Нидуса. Два, ребята. Кстати, тут на грани всего произошла атака. Но лимита зерка больше до тех пор. Вот он вперёд идёт. Трансфьюзы, правда, не кидает. Хотя энергии у королев было достаточно много. Есть стимпак. Вот, наконец, трансфьюзы пошли на Роучи. И мародёры бьют королев вместо Роучи. По ним бонуса нет. Ошибка 41.87 по лимиту. И я уже уверен, что даже с каким-то божественным контролем здесь не справится будет. И Лаеву с Рагнароком. Ну вот, пожалуйста. На последней... Вот корейской. Вы видели, где погиб Викинг? Вот здесь вот он. Какой-нибудь европеец даже там плюнул бы и Нидус бы не успел забилить. А корейц успел. Вот и пожалуйста. Ну что, мародёры здесь атакуют. Плюс танк. 40-95, кстати. Если бы Тиран каким-то чудом отбился, он бы ещё, в принципе, имел шансы. Потому что у него рабочие какие-никакие остались. И экономика-то есть более-менее. Но тут слишком много. И с разных направлений. Самое главное, Рагнарок. То есть не всё в кучу, чтобы там максимум сплэша получать. А по разным базам идёт. То есть сейчас эту ликвидируют. Прирост убивает, что Тиран не даёт скопить скудные его резервы просто. Не скудные резервы, а скудный прирост его скопить не даёт. Куча. И ГГ в итоге. Ну вот для меня всегда странно. То есть сейчас Тиран такое ощущение был уверен в чём. Он был уверен в том, что он сейчас просто возьмёт и за зданиями отобьётся. Как бы и на халяву вообще заставит Зерга ГГ написать выйти. То есть меня всегда удивляет, почему Тирана не пытаются фокуснуть сам Нидус. Поставь максимальное количество войск рядом с ним, чтобы королевам неудобно было выходить. Просто прокликай, фокусни. Гораздо проще фокуснуть, чем оттранслюзить Зергу. И со второй попытки уже шансов больше будет сделать там что-то. А Зерг может и передумает даже вообще. Ну вот Тиран решил, что он такой крутой прямо. Сейчас типа отобьюсь прямо в лоб, но не отбился. Тиран rabb quando упал. Тиран хитровый остный с sculptами Тиран хитровый зерный Тиран хитровый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если чуть подальше от Нидуса Сделать дань не вплотную Юниты выходят, а они в куче стоят Если у тебя хотя бы один танк есть Он просто колоссальный дэмэдж туда вносит Для этого можно еще делать Не знаю, может быть в будущем Мы увидим какие-то интересные варианты Отбивания этого дела Всем привет, ребят Привет всем, ребят Смотрите, как тиран выше ловеров ловить А они вдвоем здесь летят Как Рагнарогу поперло реально сейчас Вот это лоу Чисто мимо овера прошел И в итоге не нашел его А зырк все прекрасно видит, что дурачки здесь бегают Овер хитрый такой Бегайте-бегайте, дурачки Я пока лещу спокойно Тут парю просто как царь Вот Улетел В итоге Аэростат зерговский Ну может быть реклама друг на друга Наложились Такой реально Мув почти готов Так, мув готов, третья хата Лайф гелиончиков строит Барак, старпорт Лаба сейчас начнет здесь Собственно Строить банши Беллинг Нест Так, линги кстати есть Боится хэлбат пуша сейчас Рагнарог судя по всему Это не агрессивный беллинг Нест То есть он оборонительный Чтобы заморфить беллингов На всякий случай Если понадобится Ну пока не надо Спорки на мейне на второй есть Ну вторая у нас как бы Обычно где третью ставят Обычно вторую в кармане делают Здесь у нас третья была По порядковому номеру она Но тут спорки пока нету Криптумор есть около камней Так, гелиончиков 4 Банша летит Еще одна строится Здесь стимпак делается Ключ бараков Под бараки реакторы делают Странное положение бараков Ну хотя вот ка базы здесь будет Муталисками тяжело будет расхарасить Но вообще с краю здесь вот тут тяжело Оборону как-то придумать Реакторы при стройке Как-то все под угрозой Лучше где-нибудь здесь Мне кажется ставить Хотя и там можно Все это наказать Нафокусить Убить Это стандарт Так, увидит рагнарог баншу Прекраска реакция великолепная Ну корейский сервер 55-43 по рабам Ну и что банша прилетает Ну да Сюда залетит сейчас на мейн Где-то надо что-то хоть подрезать Не так-то просто Одного дрона Лайф подрезает Больше ничего не получилось сделать Это не очень хорошо Для банши Вторая банша залетает Через скрип Ее прекрасно рагнарог видел Где она инвиз рубила Вот наверное сюда На дальнюю полетит базу Медиварки полетели Два медивака Со стимпаком Скоро плюс один будет Секунд через два Кстати говоря Так что может быть Даже что-то получится делать Ну прям через королев Летит Ну вот нафига Вон куда можно было дропнуться Странная дропа Лайва Сейчас еще и медивак Чуть не потерял один Банша тут пытается Четвертую отменить Но не так-то просто Это сделать Много лингов Инфестейшн строится 1-1 грейды Беллингам Мув Спайр Как-то очень четко У рагнарога все делается Честно вам скажу Ну а лайк тут правда Маликами Баншой Очень сильно Прямо оппонентов Продемеджил И улетает В итоге Нанес демедж Улетел 51-71 по рабам По рабам Все замечательно Сейчас у Зерга Но у тирана Соответственно Боевого Почти в два раза больше И 5 бараков Уже работает То есть щит Так 4 реактора Лаба Щиты Сейчас будет 2-1 грейды Зерга 2-2 заказ Ну по грейдам У зерга Все замечательно Вот смотрю Евро Какую-то там Эту Игру Там грейды Там какие-то страта Ну по нулям Полгода бегают Там я не знаю До какой минуты По нулям У всех грейды Здесь вот как Ходс Такая тема Все понимают Короче что грейды Это необходимость Просто Ну то есть без них Никак Да есть стили Там какие-то Чузовые Там другие Но если играть Нормальную игру То естественно Будет решать Тот у кого Грейды есть Выход с хелбатами Кмариками И танк Где-то сзади Тут Собирается Драться Рагнарог Но это стиль Кстати Тоже Ходсовский У нас обычно Ох прошу прощения Вот каких-то Роучи Реведжеров Играют Очень грамотно Рагнарог Сейчас все поймал Не дал Ничему улететь 95-135 И ситуация По лимиту Уже Прям-таки Хорошая Получается Здесь 2-1 Грейды Делаются Но Сейчас Пытается Присовать Зерк Его на 30 Больше Лингами Окружает 2-2 Не готово Но у Тирана Это тоже 0-1 На 1-1 Минка Минус Третья база В итоге Минус Скорее всего Будет Моряки Дропаются Внизу От них И нету Никакого Особо Хотя Вместе С КСМ Милингов Смять Удалось А вот Муталисками Получится Отбиться Кстати От ударов Мутки Зеленой Кислотной Хренью Погибают Моряки Разве Раньше Так было Мне кажется Что нет Анимация Другая Раньше Была Здорово Илю 2-2 Грейды Алаев Делает Отбился Это шанс Для него Сейчас Минут Неск Ох Продакшн Нарастает Жестко Продакшн Нарастает Сейчас 5 КСМ Минус Еще 99 149 Парабан Тридцатка Разница Ну боевой Кстати Не настолько Прямо Жестко Вперед Ушел Ну здесь Вот уже Например Есть Хайф Ультра Лес Раньше Как бы Зерги Думали Нахрена Мне Там Этот Хайф Буду Бегать Лингами С Мут Лес Полгода В какой-то Момент Только Солар Первым В какой-то Момент Начал 3-3 Делать Там Адреналин Переходить Но Тоже Без Ультра Летал Сейчас Зерги По КД После Практически Лэйра Делают Хайф И Выходят В Ультру Пуш Грейт Который Четыре Армура Дает На Броню Это Уже Как бы Решение Ультра Другая Совершенно Стала А раньше Что там Мародеры В Ультру Унижали Просто Особенно Без Скрип Ну Что Двойной Дроп 16 Лингов Идет Уталий Скелета Контроля Три Ультрала 3-3 Посмотрите 10-40 36 На Десятой Минуте Грубо Говоря Были 3-3 Захажены За Регом Плюс Адреналин Плюс Ультрала Панцирь Ну Муталисков Правда Грейдов По нулям То есть КСМ Они медленно Убивать будут Так как Здесь уже Второй Армор Сейчас будет Вы видите Выход От Тирана Идет Ультра Еще не Готово Но Сейчас Будет Готово Уже Ультра Минки Копаются В наглую Как-то Близко Прямо 3 Ультралиска Вышли Сейчас Они Рядом 10 Дроп Лингов Прямо Вообще В тему С адреналином Как же Они с адреналином Кумарят Здесь просто Все Дроп 8 мариков На мой Здесь Бейлинги Есть Вы видите Плюс 2 Вайпера Марики Отбиты Здесь Нужно Сминать Все Ультралы Идут Вот это Все Дело Принимать Пятую Базу Конечно же Вайп Убьет Но Нужно Улетать Максимально Быстро Ему Отсюда Здесь Отбивается Вроде Как Дома 138 183 Зерк Понимая Что Тянуть Здесь Абсолютно Нечего Побежал Две Минки Здесь Ультра Залфы Делают Сминает Минки ГГ Пищит Элайп Посмотрите Он решил Что ему Здесь Это Не отбить Все Будет Ну По сути Дело Да Как Он Чем Там Нечем Вообще Ни Гастов Ни Либераторов Ничего Нету Плюс Эмуталиски Там Жив Посмотрите АПМ Ой Ой Рагнарока Ой Ой Рагнарока Серьезно Серьезен 334 Ну Сильный Зерк Сильный Зерк Ничего Не скажешь Блин Как Быстро Быстро Выходить Интересно Из Группы Вообще Не Сеточку Кин Против Чои Играет Против Сулки Потом Кто-то Будет Биться Рагнарок В финале Ну Посмотрим Я хочу Сюда Попасть А потом И сюда Я хочу Попасть Но Я думаю Что Это Получится Сделать Так Илюх Может Сам Покидать Короче Ребят Мне Илюха Попросил И Просто Ну Кому Интересно В Москве Приходите На Ланы Фановые Такие Ланпати Это Называлось Раньше Ну Там Какой-то Минимальный Призовой Есть Гарантирован Я не знаю Что там От сборов Что-то Есть Или Нет Как-то Так Ну Это Всегда Весело На Ланп Прийти И Пообщаться Да И Убедиться Что там Где-то Играет Почему бы И нет Так Что тут На Яндексе У меня Происходит Что у меня На Яндексе Происходит 101 Где-то Из Америки Там Я не помню Какой штат Уже Как-то Так Так Лан От Empire Резерга Да Какая разница От кого Этот Лан Какая разница Там Будет Мастер Мастер Класс От Зерга Че Блин Можно Под Подугарить Я посмотрел На самом деле Интересно Чему Там Может Это Вообще Полезно Будет Всем Коего Да Вот А может Быть Для здоровья Полезно Смех Для здоровья Полезен Всегда Там Пивко Что-то Не Пивко Не Пейте Вот Ну Тем Не Менее Просто Таких Заведений Немного Вот Во-первых Во-вторых Иланов Немного Кому Интересно Приходить Просто Кто Из Москвы Я В Москве Жил Я Ходил На Такое Конечно Короче Вот Ссылка Плюс Там Папкрафт Если Там Наверное Какие Стримы Почему Небудь Идут Иногда Идти Небудь Идти Идти Им Стоим В Небудь Идти front Работаешь в двух минутах от этого бара Ну вот Илюха был Говорит, что Нормально там все умещается Чаявин 2.1 Я жду инвайта А вот в группу меня Спасибо всем, кто инвайтит Точнее ему спасибо большое Чая против ссылки Ой, ПВЗ, сейчас посмотрим Нравится мне уже этот турнир Надо договариваться, чтобы в следующий раз Чисто я вообще Полностью, целиком и полностью Официально стримил Но я вижу, что сюда можно прорваться изи В отличие от той же Алина Алима Лиги Где какая-то Корейская женщина Как я уже говорил, девушка Ни хрена, что-то тупик Никого не пускает никуда Ни хрена, что-то тупик Нет, ничего нет Ни хрена Продолжение следует... По другой причине не пускает. Ну, напиши, да. Растешь в моих глазах, уже яичуги к кореянке подкатил. Да что-то там выяснило, оказывается. Мне что-то влом все вот это. Хотя это в моих интересах, конечно. Ждем инвайта. Продолжение следует... Да нет, у всех вроде все работает. Что-нибудь подскажут, Итман тебе, я не знаю. У меня стрим мой работает, например. Ждем карту. Отпишите, ребят. Работает, стрим-то нет. Продолжение следует... 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 Ну что, грелки тут сошли хату, посмотрите, на третью. Причём не смог отменить даже её в итоге у нас сулки. А здесь аж целых шесть адептов на мейн проходят, дроны в панике. Бежать, 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 говорят, надо. А куда бежать-то? Некуда бежать. Нужно иллюзии посылать адептами быстрее, ещё так медленно-то просто. Послал иллюзии. Грелочки две штучки прилетают. Здесь две королевы у нас есть. Да фокуснуть королев с адептами-грелками. Всё. И грелки разберут всё нахрен. Залетают грелки на мейн. Непонятно, что этот процесс делает. Он сейчас чисто по-корейски поступает. Вместо того, чтобы сделать проще, он делает сложнее. И у него получается сложнее при этом сделать. Разогрев на королев. Конечно, умница. Только не работает. Разогрев на королев. Одну грелку. Третий королев вышел. Всё, нужно двумя грелками сваливать отсюда. Поэтому уже быстрее здесь забегают линги. Но адептов достаточно абсолютно. И дэмэдж уже нанёс. 42, 25. Пурабам. Тут улын пошёл, посмотрите, отсылки. Пять королев. Четыре реводжера линги. Ну, слава богу, карта позволяет такие улыны делать. Нужно больше пилонов ставить вот сюда ещё так, чтобы одним вот кастом реводжеров, правда, не фокусился пилон, допустим. Так, пошли касту, вот прям на сентри. Как минус 2 сентри жёстко сейчас сделал у нас товарищ щёлки. Мазеркор летит вперёд. Видит сейчас королева. Видит сейчас, что улын полный. Что-то поспешил здесь с уверчажами. Но лингов часть подрезает. Копит в это время лимит. А боевого-то у зерга... Ой-ой-ой, насколько больше. Вот всё, что есть у Кроцца, всё здесь, собственно, и стоит. По имморталам падают касты. И имморталы не стреляют по тому, кому хотелось бы, чтобы они стреляли. То есть по роучам хотелось бы кому? Хотелось бы Кроццу и мне, естественно. Потому что хочется, чтобы идеальное исполнение было. Мазеркор сейчас погибнет. Нужно новый сразу же заказать. Это очень важный момент. И, кстати, чё я, красавец, хвалю за такое действие. Почему? Потому что Мазеркор, если в бою выйдет сейчас, он ещё сюда сможет уверчажа наставить. Ведь пилоны живы до сих пор. Имморталы и реводжеров сейчас пытаются запокусить. Но есть трансфюза, и у Королев Мазеркор подбустишь ты. Он сейчас может зарешать этот Мазеркор. Так, выходит Мазеркор. Пилона, два уверчажа на пилонах. Ну, один пилон полудохлый оказался, сразу же падает. Нужно заново Мазеркор ещё раз восстанавливать, пытаться. По-другому никак здесь. Сейчас роба отключится. Достает от пилон? Да, достает. Отлично, роба не отключается в итоге. Адепты полгода варпятся на медленность, и пилон куда-то попал. Да, похоже на то. Вот, там гейт отключился, поэтому они долго и варпятся. И соулки медленно, но верно, посмотрите. Вот это игра. Вот это зерк. Вот это красавчик. Вот на этот пилон, например, на уверчаж бы выставить. Не знаю. Ошибка лишняя. Один уверчаж был. Опять новый Мазеркор, опять королевы сбивают. Но тут его новый лучше строить. У него хоть энергия есть, он не бесполезен. Хотя бы уверчажи будут выставляться. Так, новый каст от реводжеров. Одни королевы здесь дерутся просто с трансфюзами. Пытаются друг друга отбивать. Вот два пилона. Два уверчажа выставляет. Соулки пытаются свалить, но тут уже три иммортла. И чё я? Судя по всему, отбивается еле-еле. Какой прикол? Блин, вот. Как можно говорить вообще, что лотов не зрели лишние ходы? Тут вообще прикольная тема делают люди уже сейчас. А в будущем ещё лучше будет. Так, вторую карту ждём. Горден Кинг. Да, на Яндекс.100 приходила от Госдепа. Я уже говорил, что жду печенек, звонок, дверь. И что у меня Патрик, какой-нибудь американский сектант, принесёт такой в пиджачке, печенечке. Но я их есть не буду первым. Я на комнате их протестирую. Жду инвайта. Нет, Патрик это че... Это в пиджачке. Это в пиджачке. А так я тебе по большому скажу счёту... Брата, смотрите. Режиссёры. Они все. Как и эти все тоже. Патрики, блин, американцы. Заходим. Тип. Я... Прик. Понял. Сейчас, я не буду. Продолжение следует... 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 Ну что, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, спасибо, незнайка, хорошая картинка. Дима Торзок Так, ну что, третья игра. Боюсь, что Чоя упустил свою счастье, конечно, проиграв предыдущую. Почему? Потому что, ну смотрите-ка, он не только пуш умеет это делать нелепый. Ну почему нелепый? На самом деле пуш очень крутой был, я считаю Чоя обязан был просто взять ту игру. Вот, но я вижу, что он умеет не только это делать, он и нету сможет 17-й построить. Изи говорит, он первый. Ну а че, почему бы и нет? Два раза, вот абсолютно верное логическое проведение Бо-3 серии, например. А Чоя, то есть ты делал два раза пуш, зерг там боится, никаких трех хат не ставит, там мув ранний, две хаты, а ты просто 15-й не уступиливаешь. И это правильно, абсолютно решение. Так и где у нас тут проход-то кончается, что-то не понимаю. Так, а вот здесь вот получается, да? Ну да, там пилончик еще нужен. Ну вот пробку терять абсолютно не обязательно было. Вот это слабенько. Видишь пулу, зерга, уезжай нахрен домой. Все, там тебя на клипе поймают и все. Ну вот, ошибка. А че я только похвалил, сразу пробку потерял. Ну пробка это не критично, сами понимаете, стеночка здесь есть. Все, сейчас встанет зелок сюда и ничего не сделать будет. Ну что, бусты в Ницус, тут мазеркор ставится. Зелок на рампе, абсолютно спокойно все здесь стоит. Твайлайт линги не видит, вот если сюда подбегут, можете заметить. Смазеркор валетать не стал, оверчарж. Че ее ставить, правильно сделал. Ничего бы он не убил бы. Бегают лингис. Вот, посмотрите. Поставил твайлайт так, что линги спалили. Ну, ё-моё. Ну, неужели, я не знаю, не поставить как-то его похитрее. Здесь овер залетает спокойно. Ну, это, я надеюсь, не улыновый, конечно, пуш с адептами, иначе будет печаль. Беда. Так, гейт на рампе здесь. Не на рампе, около камней ставится еще один пилон и еще одно здание. И все, и закрыто будет. То есть, там перестраховался. Здесь у нас Роуч Ворона нету. Может быть, ошибка от Солки. Ну, вот лейер Роуч Ворон пошел. В принципе, тайминг хороший. До всяких пушей все успевает доделаться. Ну, я думаю, что процесс не будет. Пуш, гипи не добавляются. Призмапаш, четыре гейта, но вот теперь уже пуш палит Солки. Прекрасно по всем направлениям. Что-то, что я ни одного сталкера не построил. Оверы летают. Все видит вообще смысл. В такой ситуации самое грамотное, что мог бы сделать Чоя, к примеру, просто сбить эти ховеров и в третий нексус спокойно перейти, поставить твайлайт есть, начать форжу, поставить форжу, делать грейды в ней и просто в третий нексус переходить. Все. Ну, и Дарп Шрайн тоже поможет при обороне, например, но он, не знаю, пуш уже нет смысла никого выходить. Оверов прогнал, бусты из файлайта не переставляет никуда. Ну что, призма летит. Адепты со скоростью атаки вот сюда можно встать, стандартную позицию занять. Адепты плюс дарки могут, да, прокатить, но это должно быть очень неожиданным. Плюс здесь оверсира мой. Вот Сулки, кстати, умно действует. Смотрите, причем он по всем направлениям уже этих оверсиров расставляет. Короче, молодец. И с этим ничего не поделать-то. Протусу. Ну, если на мейн, например, да, тут вместо дарки скоро уже будет. Четыре адепта на мейн варкаться. Но в это время, правда, на второй шатает еще и очень неплохо. Телепорт на вторую пошел. Три дрончика минус. Здесь адепты в призме сидят. Если так, о, здесь целых два оверсира есть. И это очень печально. Но адепты зато раскрасят 57 на 50. Курабам. Телепорт на дальнюю, третью. И здесь со скоростью атаки, как они выдают рабочим просто своих этих соплей непонятных. Оверсир есть. Еще и прекрасно видит. Ничего не пытается здесь предпринять. Если б видел, что на второй базе ничего нет. Может быть, сюда что-то попытался сделать. Ну, парабам. Хорошо. 15 сейчас убрал. Просто дарки куда-то пошли. А куда дарки пошли? На вторую надо заходить. Единственный шанс заходит на третью. А там оверсир есть. Великолепная оборона отсылки. Но не надо подставлять дарков. Друг не подставляет их. Там оверсирчик висит. Все, надо сваливать. Он не сваливает никуда. Так, дарки тут ровущий пару забрали. Четыре дарка в никуда. Просто контроль нулевый. В это время три дрона забирает. Все, что смог. Ну, вот если бы не было такого... Хотя тут, посмотрите, все-таки в одном месте дарк умудрился нарезать. И нарезал неплохо даже, я бы сказал. И здесь адепт продолжает нарезать. То есть тут все-таки чуя за счет того, что был мультитаск с трех сторон, дать и вот здесь дарки в никуда дались. Зато здесь адепт и вот здесь дарк. Они сделали больше, чем четыре дарка в этой позиции. Но идеально вот когда такое происходит. Вот если бы он дарков четырех отвел и они впоследствии стали архонами, это вообще бы круто было. Но, тем не менее, тем не менее, расхарасил. И, кстати говоря, у зерга преимущества по лимиту особого нету никакого. Тут уже имморталы прут вовсю. Правда, здесь имморталы-то и нахрен особо не нужны. То есть здесь, здесь больше нужен бы, чё, был Рубубей и уже выход во что-то типа дестабилизаторов. Так, линк прибегает. Ну, убить его этого линка. Вот, напилон сагрился. Пробка чудом выжила. Блинк заблочил оверсиром. Ну, я думаю, успеет доделать 140, 150 на 107. Нужно ни в коем случае Протсу сапплай блоков не допускать. Здесь реведжеры, гидра, пуш. Грейды нулёвые, плюс один только делается. А у Протса и вообще не делаются грейды. Вот что печально очень, на самом-то деле. Надеюсь, линго-роучими Сулки идёт прикрывать занимаемую базу. Чё, как чётко всё Сулки делает, а? Молодец. 112, 150, ещё с Н3 пошли. Пилонов очень мало. Здесь гиды, конечно, открываются. Но сможет ли выдержать атаку в лоб? Чё, ведь здесь ещё и реведжеры плеваться будут. Здесь, если подставиться, вообще можно в хлам развалиться. Так, ченджлинги заходят. Чё, всё прекрасно видно. Нужен доварп новый. Так, у Мазеркору куда ты его водишь-то? Ё-моё, такое ощущение, что на задержке играют. Хотя сервер-то свой, вроде как. Так, нужен доварп срочный. Срочный доварп юнитов. Неужели все гиды сейчас не работают? Так, восемь адептов. Где они, адепты? Восемь адептов на третьей. Ну, здесь под королев под руч. Какой ужасный варп. Я иногда смотрю на корейцев, и я не понимаю, в каком месте, блин, в какой голове эти решения рождаются. Тебя пушит гидрой реведжерами. Ты как... Куда ты варпишь адептов? Вообще я не понимаю. Чем ты думаешь? Вот три дарка, но хоть дарки в тему здесь у версира нету. Дарки вообще здесь разваливать начнут сейчас. Нужно сваливать из-под реведжера кастов. Солки очень долго под дарками дерется. Не отконтраливает, не отводит. Но уже 180 на 100, и уже он преимущество заполучил. Это очень печально. Короче говоря, интересные билды. Интересно... Я не знаю, сколько еще лет. Есть Майнгеймс, то есть он понимает, что делает. Но вот этот мультитаск, когда постоянный харас идет, его нужно уметь тормознуть вовремя. А кореец Аркадник, он не умеет его тормознуть. Вот это сейчас и привело к поражению. Если бы там восемь юнитов варпанулось, если бы это было два дарка, шесть сталкеров во ворону, все, он бы разгромил зерга, я абсолютно в этом уверен. Ну что ж, ждем финал. 27 лет, но это блинкер, значит. Классический блинкер. Такие не исправляются обычно. Поэтому его и не видно нигде, наверное. Хотя посмотрим. Возьмем. 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 Так, надо выйти из группы. Ну что ж, жду инвайта. ЗВЗ так ЗВЗ. Будем смотреть финал. А, тренер. А, это тренер. Ну, тренер не тренер, блин. Тренер-блинкер это очень опасная тема. Хотя, конечно, стиль он интересный и демонстрирует. То есть, если его идеально как бы исполнять, тогда он очень сильный будет этот стиль. Но исполнение от идеала далековато было. То есть, куда-то надо больше, туда-сюда, вот эти четыре дарка в никуда. Да, восемь адептов никуда. ЕСКИВЕНТЫ, про что? Блинкер значит блинкер. Это как в PvP-блинкер, только в другом матчапе. Ну, ждем, пока подчеркаем. Рагнарог против Сулуки, ЗВЗ. Ну, Треви должно быть интересно. Я бы, конечно, ПВЗ больше посмотрел. Ну, раз не затащил, что я ничего не поделаешь. Тут, как бы, игры были, по крайней мере, прикольными. Продолжение следует... Я не знаю просто про приложение, не в курсе этих моментов, как бы, а вот через браузер, конечно, на всех устройствах работать должно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Так, первая карта известна, значит, сейчас начнется все. Ну, что, погнали. Так, грузится. Илюха, если ты тут скидывай тогда... А, да, ты тут можешь скидывать, про лан. Я тогда озвучу, только эту ссылку закрыл. Все, зашел в игру, наконец, отлично. М.Э.Я.Й.Л. поддержал ваш канал на сумму 333 рубля ровно. Традиции. 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 Так, Элюх, сейчас я продублирую. Вот ссылочка, ребят, на выходных там, или не на выходных, 12-го ката. Короче, будет LAN-пати, я его так называю, в Москве, в одном из Баркрафтов. Кому интересно, кто из Москвы, приходите. Вот так вот. Лан, это всегда весело. Ну, там фановый LAN. Есть определенные призовые, но... Если бы на LAN, например, приходили все игроки, допустим, в Москве живут, то... Можно было бы устроивать и не фановые LAN. Аминь. 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 Так, давайте не будем срач устраивать. Бо-5, ребятки. ЗВЗ-шечка, Рагнарог против Сулки. У Рагнарога была лентмест-муф. Здесь пока только муф у Сулки. По лингам. По лингам Сулки строит плюс 4. Будет ли еще заказывать? Хороший вопрос. У Рагнарога дрончики. Сейчас парабам вперед выйдет. Как-то пока у него все сейхови выглядит. При этом всем Сулки газ очень активно добывает. То есть, либо это лейер в перспективе, либо это роуч-ворон-роучи в перспективе. Пока я сам не понимаю, честно говоря, что происходит. Муф у Рагнарога на 10 секунд раньше, поэтому вот этим двум лингам не получится спастись. Вот лейер пошел плюс еще линги заказаны. Все, муф готов. А здесь через 10 секунд еще только минус 2 линга. Ну, не более того. Все, теперь и здесь муф ответный готов. Так, Рагнарог тут чуть дрона не фокуснул. Ну, чуть не считается, не фокуснул. Линги у него с длинными крылышками, премиумные такие, а здесь с короткими. Но, к сожалению, для Рагнарога они по уступам не прыгают. Как в кампании, в мультиплеере. А то это уж перебор, конечно. Ну, что, ребята, лейер готов. Эволюшн Рауч Уорен, Сулуки. Похоже на какую-то агрессию. Что-то вроде Нидуса, наверное. Заказ на плюс один. А нахрена такой лейер-то тогда ранее? Я не понимаю. Муф пошел. Ну, ведь сейчас муф... Пока я... Ну, пока я не видел, чтобы муф решал так, как раньше, например, он решал. Ну, что, хата третья ставится, но она фактически производящим только зданием будет, а не полноценной базой, если собирается пушить Сулки. А он собирается пушить. А нет, это Рагнарог вообще Раучи строится. Сулуки тоже трех заказал, но... Ну, Соплайблук был, еще Раучи. Но у Рагнарога-то больше в продакшене даже сейчас. У него третья добывает 54-41 по Рабам. Тут, по-моему, невероятное уже превосходство, как бы, Рагнарога присутствует. Сулки как-то неправильно экономически здесь действуют. Еще один из дронов строит Рагнарог. Сулки тоже строит рабочих. Отстает пока, но по-боевому пока более-менее ровно. Но я уверен, что вот это превосходство, чуть ли не в 20 рабочих, в 15 стабильно, боком выйдет Сулки. Хотя Рагнарог что-то споры какие-то миллиарды ставит, боится муталесков, судя по всему. И лимита даже меньше. То есть сейчас Сулки по Рабам нагонят. Рагнарог неправильно понял. Вот, спорки он отменил, кстати, на второй и на третий, где успел. И рабочих все равно еще на двадцаточку больше. По грейдам тоже атака. Вижу Гидроден. Почему плюс два не там, не там не делается, не знаю. Так, а здесь что? Здесь забегание какой-то линга было. Вижу реводжеров у Сулки, много реводжеров, очень опасно. Нужно успеть их перемасить. Здесь 8 реводжеров ответных пошло, понимая, Драгнарог, ситуация опасная. Поняли, пассажир опасный. Как говорится, Сулки этот плюс два там и там пошло. Видят Сулки, что же тут реводжеры есть. Нужно дрону уводить. Куда поехал-то? Что здесь четвертую не поставить? Здесь хотел прям четвертую какую-то дальнюю поставить. Но не знаю, почему именно здесь. Хочет Сулки прям четвертую так сильно поставить. Реводжеры рядом бегают. 155, 167, Рагнарог и больше пока. Сулки забрел куда-то далековато. Мимо кастов реводжеров проходит Рагнарог. Смотрите, как четко. Вообще не боясь, проходит и Сулки отгоняет, а Сулки реводжеров теряет. На ход бы ему еще дать бы пару кастов. О, Кусман какой реводжер отвалился. А что, они из кусков состоят? Цельных что ли? Будем знать. Так, вот сейчас касты попадают в Сулки по Рагнарогу. Но Рагнарог сам просто палил дождем. Тут пару коконов взбрил с реводжерами морфящимися. Но пошел наверх и, по-моему, отдается помаленьку. Хотя реводжеры еще пока живут. И лимита больше Рагнарога. Но весь он где-то сзади в приросте, поэтому нужно сваливать. Да, отдача состояла сейчас вполне успешная. Но хоть несколько юнитов ушло, и то хорошо Сулки упустил. А как Рагнарог активно сзади мчал, и причем не отменил даже четвертую хату Сулки. Но зато Люркерден готов. Уже и шесть гидралисков строится. Люра, конечно, будет решить. Блин, ну Люра, она на обороне великолепна. В атаке ей тяжеловат. Позицию занимать нужно уметь. Но можно вот пары отсюда заблочить. Вот как-то сюда привезти. Вот из этого прохода пытаться выйти. Ну-то, а реводжеров сразу усилится от фаерболы. Потому что в узком пространстве проще попадать все-таки. Ну, посмотрим. Барабам абсолютно одинаково. Разве боевого десяточку Рагнарога больше? Кугрейдам плюс два, плюс два. Все абсолютно одинаково. Ходит тут Сулки по центру оверов собирает. Вообще обнаглело, я смотрю. Вот эти у него оверов тоже много висит. Оверсир висит. Подошел сюда, кастанул. Минус уверсир. Что там за оливьешку задвиг идет? На оливьешку будет скоро. Хорош! Так вы видели, как в разные стороны. Люра сейчас стрельнула. Очень прикольно. Дэмоджа масс, дэмоджа получает Сулки. Ну, попадает реводжерами по люре, правда. Есть оверсир. И Рагнарог осминает нахрен. Раучи реводжеры и млюра что-то вообще это по боку. А как так-то? Я чуть не понял. Все мимо. Кот стреляет. Здесь Рагнарог пытается отмаситься. Что-то сидел-сидел Сулки. Рагнарог что-то думал. Он там каких-то... Какие-то люры строил. Сулки взял. Просто Раучи заморфил в реводжеров и выиграл. Вот этот всю нахрен люру. Развалил. 150 на 180 по лимит. Не знаю, способен ли. Нет, Рагнарог тяжело очень будет отбиться. Линге, конечно, здесь практически бесполезно. Но Рагнарог какой-то там внутрь армии оппонента залез. Пытается откупить. Сейчас кастовать надо реводжерами. Пытаться попасть. Это тоже шанс. Но не получается попасть. По Раучи до заказа одинаковые практически. Но здесь посмотрите сколько осталось у Сулки. Просто невероятное какое-то количество. Так что прирост здесь не поможет. Да и там тоже подходит прирост. 1-0 Сулки судя по всему. Ну что, ждем инвайта. Хорошо наломился, конечно, Сулки полукругом. Но вот Рагнарог в этом минус люры как бы. То есть если ты сразу позицию в бою не занял, с люрой, так что она нормально дралась. Плюс есть какой-то сплит элементарный. Тогда тяжело. Ну если вы сразу вынудили наломиться в неудобной позиции на люру, тогда она вообще разорвать может. То есть юнит такой неоднозначный. Так, захожу в игру. Вроде все скачалось. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая игра Сулки Рагнарог пошла. 1-0 Сулки. По ходу вот этой партии проигрывал очень сильно Сулки. Постоянно. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть преимущество переходило назад и все-таки Сулки выиграл в последнем битве грамотным сплитом. Сулки Рагнарог Сулки Рагнарог Ну что тут? С мейна посмотрите, какой пуш. Причем А не, Рагнарог тоже обнаружил, тоже угадал с разведкой, тоже все видит прекрасно. И Беллинг Несс пошел. Открытый Беллинг Баст идет с мейна. С мувом здесь у нас заказан пул соответственно. Линги почти пришли, но вот сейчас нужно сразу Бейнов морфить, как только Беллинг Несс доделается. Я думаю, Сулки это понимает. Здесь плеточка у Рагнарога на мэне. Если вот этот Беллинг Баст не заходит, это ГГшка, конечно же, очевидно. И разве что по уровну там может стать, то есть рабочих один и другой по уровну будет иметь. Отменяет зачем-то Рагнарог личинку, хотя Линги вышли, мне кажется, бы спокойно. Не первыми Лингами Бейнов строят, вторыми уже вторую очередь у пришедших Лингов. Так, здесь набрасывается скорость Ивлайта, просто решил Хату убить, что ли? Я чуть не понимаю. Да, просто Хату решил убить, Сулки оппоненту смог. Королеву окружает просто в секунду. Какая реакция великолепная. Королева была окружена моментально. Добей ты Хатку тоже, ё-моё. На мэйн попёрся. Здесь Роуч Ворон, здесь уже ловить нечего. Там надо дроном строить, да Хату валить. Всё, ничего не надо тут. Так, заходят Линги сейчас. Так, Королеву пытаются Сулки пробрить, но там ведь и Плётка ещё есть. Королеву пробрил, пару Лингов увёл, здесь Хата живёт. Какой-то бред сейчас, честно говоря, произошедел. Вот, ну вроде как отбивается по нему шкуру Рагнарог, хотя Сулки ещё 4 бейна Морфил. Глода Морфилис из 4, опять на мэйн пошла атака, но Роучи строятся, обратите внимание. Вот ещё один Роуч выходит. Фокус бейнов пошёл. Одного дрона, у которого ХП мало всё-таки достало, беднягу, и Плётка сама себя Беллинга убила, взорвав его, фактически получается. Ну, рабочих у Рагнарога больше, вторая Хата есть, Роучи есть, и Сулки тут, конечно, ставят Хату сейчас. Главное Рагнарогу не ошибаться, боевого лимита больше строить, тогда он сейчас может ещё и Роучи, Реведжера Лингами, например, пропушить в ответку, пойти вперёд, то есть просто подкопить газа, заморфить Реведжеров, потом оверов по дороге собрать, ещё запушить. Так, Бейна взрывает Рагнарог, все Бейлинги кончились, но Роучи, посмотрите, Сулки подбревает, нелепо, вот, опять же, ну, вот, Зырги любят раньше времени начать масс масс-дронов добавлять, но побольше Роучи нужно было иметь. Смотрите, Сулки приходит, и нахрен всё здесь бревает в итоге. А это, может быть, очень плохо кончится, может, для Рагнарога такие дела, потому что уже плохо для него кончается. Плёток нет, Королев нет, ни хрена у него нету. А Сулки там уже Королев строит, он переходит, по-моему, в боевые единицы сейчас, точнее, в экономику переходит. Здесь по дрону в Сулки не подставляется. Бейлинги сейчас будут готовы, посмотрите, они вырвутся вперёд прямо в стэк рабочих, гигантский просто, что ты делаешь, Рагнарог, ГГ, царь Сулки. Рагнарог не царь, ни фига получается. Ну, уже отбился почти, но сделай ты там 6 Роучи, ну, 8, я не знаю, чтобы они ещё и рампу там. Часть 4 были, часть рампу закрывала, ещё через Ф-ку, через Ф-2 привёл их там к основной битве. 4 было мало, в итоге всё сгрызли Линги. 4 Роучи, очевидно, мало. 4 Роучи плюс Плётка, я не знаю, на второй базе, но Плётка погибла уже давно. 4 Роучи плюс Королевы, в конце концов, ну, не 4 голых Роучи, где Королева в основном. Ну, вот он хотел сначала минеральцев, побольше рабочими, начать таскать, потом Королев, видимо, настроить всего этого дела, ну. 2-0 Сулки. Сулки. Продолжение следует... Так. Заргини, да, конечно, Бо-5, ведь уже 2-0. Так, ну что, вот он, суки. АПМчик поставим, вот Рагнарога там 300 плюс АПМ, давайте его, а нет, суки, вот он Рагнарог, давайте его посмотрим, куда он жмёт. Ну, кстати, поначалу он даже не имеет 350, у него уже в игре разгоняется, пул первый вижу. Ну да, ну да, Рагнарог быстр, быстр, быстр. И что у нас в руке тоже не сильно, кстати, отличается, просто меньше лишнего какого-то, видимо, заклика. Я думаю, что он не Gloria. Так, пора бы посмотреть, что там по... А, вот. Роуч Ворон, Рагнарог достаточно быстрый. Роуч Ворон, мув делается, линги на рампе хорошо стоят тут в рядок. Пока без мува, смотрю, они такие, как тройные линги в компании продакшн. Как будет мув, станут скрывышками, получается, да? Ну что, 7 роучей пошло, но у Сулки-то тоже роуч Ворон есть, и у него рабочих больше, и он тоже собирается именно роучей сейчас строить. Сколько он закажет, правда, хороший вопрос. Сколько он закажет? 7 заказывает, но здесь уже линги пошли. Так, выдвигается Рагнарог вперед, но учитывая более крутую экономику Сулки, плюс то, что ему королевы будут здесь помогать, все шансы для того, чтобы отбиться у него присутствуют сейчас. Причем реведжеров нет вообще, разве что роучи могут не вместе выходить. Ну вот они уже все вышли, на самом деле, у Сулки. Заходит Рагнарог и попадает практически в окружение какое-то здесь. Роучи с рампа выходят, две королевы здесь бьются, плюс линги сейчас тоже будут выходить, разве что у Рагнарога линга здесь. Ну хотя как больше, у него столько же дотекает. В итоге он пытается покуснуть королеву, но Сулки здесь изи просто отбивается и сейчас один роуч тут будет уничтожен и второй, скорее всего, будет уничтожен. Да, линги подходят, сейчас Сулки опасно вниз спустился. Так, но линги у него тоже у самого выходят сейчас и он нормально здесь дерется. 46-34, судя по всему, изи 3-0 для Сулки намечается в этом финале, не вижу я здесь вариантов как-то для Рагнарога, сейчас как еще в королеву успел Сулки хорош просто законтролить, не дает ничего сделать, линги везде напрягаются, бейлингов нету в ответке у Рагнарога, он пишет ГГ, это 3-0 Сулки. Покидаем группу. Так, короче, ребятки. Буду я закругляться, как я сегодня и говорил, ничего вечером не будет излишнего. Так, эскадываем Proof Weekly, там только турнир какой-то есть. Но я не знаю, что это за хрень. Завтра у нас начинается, завтра у нас что, завтра у нас четверг, завтра у нас начинается Нейшн Ворс. И с четверга по понедельник будет у нас много стримов. Четыре дня подряд будут идти Нейшн Ворс. Суббота, воскресенье Бобра Лига, финальная стадия не пропустите, будет очень интересно. Будут все плей-офф матчи сыграно в 16-0, примерно начало будет. Анонсирую уже, короче, я там потом. Завтра приходите вечером. Но я постараюсь пораньше запилить, днем еще стрим. Короче говоря, всем на связи. Завтра стримить я пока точно не скажу. Если что-то будет днем, вот типа это вот у меня днем постримили. Если нет, то тогда вечером уже ближе к Нейшн Ворсу. Он 20.00 обычно начинался. Ну, может, фпшку с 18 поиграем. Короче, всем на связи, всем увидимся, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok